МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аукцион — это одна из возможностей наших граждан, да, в общем-то, юридических лиц, которые желают и готовы приобрести земельный участок для тех или иных целей. На сегодняшний день сформированы интернет-площадки, которые позволяют всем желающим найти тот земельный участок, которые они для себя представляют для определенных целей. На сайтах местных исполнительных комитетов, районных, городских, сайте землеустроительственной службы, область полкома такие перечни участков, которые государство в лице местных исполнительных комитетов продает, имеются в наличии. И определившись с тем, для каких целей земельный участок хотелось бы приобрести, можно реально увидеть перечни этих участков, в том числе и на карте, посмотреть, сколько этот участок стоит, посмотреть историю вообще в целом, как продаются эти земельные участки, на какую реальную цену можно выйти в итоге, и приобрести земельный участок. По стоимости, начальная стоимость — это кадастровая стоимость, она определяется государством на основе определенных расчетов, но она не может быть окончательной, потому что зависит от количества претендентов на каждый конкретный участок. В практике часто случается так, что, не найдя подходящий участок, человек думает, что же делать и как ему поступить в дальнейшем. Власть дает возможность найти человеку такой подходящий для него участок, определиться, что бы он хотел видеть на этом земельном участке, и по месту нахождения участка заявиться в местный исполком и предложить свой вариант использования этого участка. Если там нет никаких ограничительных мер относительно конкретного участка, значит, исполком будет в силах сформировать его на аукцион и продать желающему. Но, правда, на конкурсной основе. Если участников на аукцион заявляется всего лишь один человек, значит, он продается по начальной цене, увеличенной на 5%. Таким образом, если есть конкретный участок, если есть конкретный желающий его приобрести, значит, он может заявиться в исполком и получить через некоторое время этот земельный участок на правах аренды либо в собственность. Спасибо, Александр Васильевич. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова